НЕСУМНЫЙ ПЕРОПЫНОК НЕСУМНЫЙ ПЕРОПЫНОК НЕСУМНЫЙ ПЕРОПЫНОК НЕСУМНЫЙ ПЕРОПЫНОК НЕСУМНЫЙ ПЕРОПЫНОК И второй подарок – это диск «Это все для тебя», это еще одна. Один наш проект, шансон-проект, в котором принимают участие Игоря Ксюта, Алексей Ром и Светлана Шиманская. Мы этим проектом с большим успехом гастролируем по городам Беларуси, поэтому, если будете видеть нашу афишу, приходите. Мы обещаем, что концерт у нас потрясающий, песни потрясающие, артисты самые лучшие. И у нас вот еще есть пригласительный билет. Татьяна Старченко приглашает на вечер романцев на двух человек в концертный зал «Верхний город». И скоро в студии появится Евгений Ермолкович. У него тоже есть сюрприз, подарок от молодежного театра эстрады, в котором он работает. Ну что ж, я думаю, что сейчас мы послушаем вот эту песню. Еще раз представь ее нашим слушателям. Песня называется «Мое платье». Музыка Олега Михайловича Черкуна, слова Светланы Шиманской. Я всем девчонкам желаю, чтобы у каждого из вас, у каждой из вас в гардеробе было то самое платье счастья. Ну, не свадебное, я не знаю. Платье счастья. Которое приносит удачу. Да. Красивое, любимое, желанное, долгожданное. Проект «Несунный перопынок» на хвале перших и на своем аналоге канала «Белорусская». Рады у нас сегодня в гостях Светлана Шиманской, в доме эстрадная спевачка. А вот у тебя есть первый дебютный альбом, накоплен уже композиции, чтобы его издать? Композиции накоплены, все сделаем, все будет. В следующем сезоне, да, наверное, да? Ну, вот, вы знаете, я уже заметила, вот мы как с вами встречаемся, что это спросите у меня. Ты обещаешь, обещаешь, но не получается, да? Нет, наоборот, вы что-то спрашиваете, про дуэты вы спрашивали, появляются дуэты, да? Мы даем задание, установку, и ты выполняешься. Да, да, поэтому если задача дана, мы все сделаем. Я знаю, что у тебя своя студия, ты воспитываешь деток, да? Расскажи об этом. Да, я являюсь руководителем вокальной студии «Артиснова». Мы являемся участниками всех знаковых событий в Республике Беларусь концертов. Вот буквально недавно мы принимали участие в акции «Белтелерадио-компания «Слався земли» – наше светлое имя. Хочу сказать большое спасибо за такое замечательное мероприятие с масштабом. Вы знаете, я считаю, что побольше бы, потому что это, во-первых, и объединяет всех нас, да? И все-таки воспитательный момент присутствует, и идеологическая работа проходит. Вот спасибо огромное организаторам. Также недавно принимали участие в Республиканской универсиаде 2017, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди детей. То есть вокальная студия «Артиснова» – она впереди, скажем так, планеты всей. Поэтому я приглашаю детей, взрослых. У меня ребята занимаются от шести лет и до бесконечности. А скажи, пожалуйста, в каких вы еще мероприятиях принимаете участие? Вот ты готовишь их к фестивалям, конкурсам? Обязательно. Они у меня все лауреаты, дипломанты, поэтому все звезды. Понимаете? Уже сейчас такая ситуация, что детей приглашают иногда чаще, чем руководители. Ну, я очень горжусь. А вот такие мероприятия, как «Славянский базар», допустим, «Евровидение» – вот такие знаковые фестиваля новая волна. В перспективе. Но есть такие перспективные детки, которых можно было выставить на таких мероприятиях, да? Да, мы работаем. У нас вот таким чудесным образом в студии появился Женя Ермолкович, наш опоздавший друг. Здравствуйте. Какие новости, Женя, у тебя? Мы говорили о том, что уже приоткрыли секрет, что ты тоже подарок приготовила от себя, от «Молодежного театра эстрады». Конечно, обязательно. Здравствуйте, дорогие друзья. Для всех я принес сегодня пригласительный на наш замечательный спектакль, который называется «Свадьба». 14 июня. Всех ждем к нам за хорошим настроением. Ну, тех, кто выиграет этот пригласительный, кто первый дозвонится. Ну, не к первому, мы уж скажем условия немножко попозже. А может, четвертый, а может быть и пятый. А может, десятый. А может, десятый, да? Какие новости? Скоро уже заканчивается ваш сезон. До конца июня вы работаете, да, Женя? Ну, у нас в этом году был юбилейный театральный сезон, двадцатый. Мы решили его закончить красиво, празднично и весело. Это, ах, премьера. Эти веселые греки, да. Эти веселые греки. Кстати, на следующей неделе тоже состоится. Да, 13 июня. Всех ждем в 19.00. Молодежный театр эстрады. Будем вас развлекать красиво. Закончим юбилейный сезон. Ну, расскажи, кого ты там играешь? Ой, я же как всегда. Да, я же не могу просто кого-то играть обычного. Я играю Афродиту. Боже. Афродиту, богиня любви. Да, я Афродита. Да иди ты. Ну, это такие же фразы. Мы в театре уже разговариваем фразами из спектаклей. Растащили на цитаты этот спектакль, да? Да, ну, прошел вот у нас первый спектакль уже был. Наконец-таки. Да, 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 была премьера. И вот сейчас в этом месяце вновь премьера этого же спектакля. Как восприняли зрители спектакля? Хорошо, потому что, в принципе, это немножко новое для нашего театра. Жанр такой, да? Да, обычно у нас такие эстрадные шоу-программы, а это уже такое прям приближенное к мюзиклу. К драматическому театру что-то такое, да? Нет, не драматическое, но именно вот такое что-то, наверное, музыкальное какое-то спектакль, такое больше. И народ, который к нам все время приходит, он был приятно удивлен. Потому что они привыкли видеть одно, а здесь, хоп, сюрприз. Полностью мысль, полностью идея, есть линия единая. Поэтому и все это не разделяют на какие-то там вкрапливаниям каких-то там номеров эстрадных или еще что-то. Там музыка полностью написана Александром Сухаревым для этого спектакля нашего. И вот персонажи наши исполняют различные, исходя из ситуации, песни. Очень красочные, я знаю. Костюмированные, да? Да, да. На самом деле очень интересно получилось. Тоже все представляли Грецию себе как вот нечто такое белое. Сертаки. Все такие чистенькие, такие, кажется, воздушные, ну, боги там и так далее. А мы вот показали их таких ярких, веселых. Что делали в Греции от тоски и скуки? Воевали. Вот извечная проблема. Мужи воюют, жены переживают. Ждут. Да. И, в общем, по сюжету жены решили взять и объявить мужчинам своим за бастовку. Не давать. Вот так. Ну, а что из этого вышло, вы увидите 13 июня. Да, приходите. А вот как жанр трактуется с этого спектакля? Это у нас, получается, эстрадный фарс. Эстрадный фарс такой по мотивам... Гротеск, да, можно так сказать? Да, да, да. По мотивам греческих мифов. То есть, ну, и, конечно, не без участия Вячеслава Николаевича Панина. Которую придумал, да, все это, да. Потому что одно дело взять материал, другое дело довести его до толку. Ну, и вот этот весь толк будет на сцене. Что ж, передаем микрофон Светлане Шиманской. С точки, что мы сейчас послушаем? Тоже это новая песня. Получилось, вот здесь говорили про свадьбу. У меня, Жень, у меня есть песня, которая называется «Молодоженом». Да, это премьера песни. Музыка и слова написала я. Песня очень светлая, чистая. Как напутствие молодоженом, да? Да, да, да. Напутствие такое молодоженом. Не только молодоженом. Не стесняйтесь быть счастливыми и любовью дорожить, чтобы вас молодоженами называть могли всю жизнь. Все вышло так, как вы хотели. И вот настал счастливый час. Вы вгольца верности надели. И в этот вечер все для вас. Не стесняйтесь быть счастливыми и любовью дорожить, чтобы вас молодоженами называть могли всю жизнь. Проект «Неосумный перопынок» на хвале первого национального канала Белорусской Радио. И сегодня у нас в гостях ведомые эстрадные спеваки Светлана Шиманская и Евген Ермалкович. С подарками. С подарками. Как всегда с подарками. Мы по-другому не можем. Нас сегодня снимают. Да, это приятно. Я, кстати, посмотрел эфир. Была возможность, да? Саша хорошо отмонтировал у нас, да? Все очень красиво. Ну вот, друзья, наши подарки для вас всех. Дозванивайтесь, приходите. Будет интересно. А там, а у Светы слушайте и читайте. Да, да, да. У меня разноплановые подарки. Напоминаю, что это музыкальный сборник, песен, музыка Олега Михайловича Черкуна, слова Светланы Шиманской и диск, шансон проекта Алексея Рома, Игоря Аксюта, Светлана Шиманская. И приглашение Татьяны Старченко на концерт «Вечер романцев». Концертный зал «Верхний город» 15 июня. Замечательный подарок. И скоро кто-то их получит. Я все хочу себе уже. У меня мама все говорит, когда я дозвонюсь. Я говорю, мама, прекрати звонить и занимай линию. Это все для наших дорогих слушателей. Слушатели первого канала Белорусского радио. Я знаю, что, Жень, ты едешь на славянский базар в Витебске. Вот долгое время ты сотрудничаешь с ансамбль «Сабры», да? Да, совершенно верно. И мне приятно, что наша... Это неожиданное такое сочетание, правда? Да, ну вот наша дружба длится уже очень много лет, больше 10 лет. То есть длится наша дружба еще. Это коллектив, в котором я когда-то начинал. И, конечно, школа Анатолия Ивановича Ермоленко – это колоссальная школа. Не так часто у меня получается с ними ездить на какие-то гастроли. Но вот осенью мы были в Москве, в Лужниках был большой сольный концерт ансамбля «Сабры». Сейчас в этом году юбилейный концерт в рамках славянского базара. Будет такой огромный концерт с транс-содружества. То есть поработаем тоже от души. Ответственное такое мероприятие. Мне очень нравится всегда посещать славянский базар, особенно вот с таким замечательным легендарным коллективом, как «Сабры». Будем окунаться в атмосферу праздника и фестиваля. Светлана, я знаю, что ты своей командой, Игорь Аксюта, Леша Ром, ездишь по городам весь в нашей Беларуси. Вас очень так тепло принимает. Да, концерты аншлаговые у нас. Поэтому, еще раз повторяюсь, увидите афишу нашу в вашем городе. Приходите. Замечательный концерт. Вы знаете, еще хотела бы сказать о команде, которая работает над созданием моих новых песен. Потому что, как обычно, вот что видит зритель, слышит зритель. Конечный результат, да, артиста, который представляет песню. А за этой песней стоят люди, которые работают именно над созданием образа. Вот я хотела бы сказать о аранжировщиках, о тех людях, которые принимают участие в записи голоса. Мне очень приятно, что я познакомилась с потрясающим музыкантом, аранжировщиком Павлом Карповым. Вот, Паш, привет тебе. Спасибо огромное за то, что вот наши музыкальные взгляды сошлись. И то, что сейчас вот слушают наши радиослушатели. Это наша совместная работа. Его рук дело. Да, его рук дело. Спасибо огромное. Запись вокала Владимир Курлович. Тоже большая умничка. Ну, и я считаю, что лучше в сведении всего этого материала. Это наш певец и композитор Игоря Ксюта. Ему тоже огромное спасибо. За помощь, за поддержку. Вот если бы не эти люди, то, наверное, сегодня не с чем было бы и приходить. Поэтому спасибо вам огромное. Это шансон команда. Ты чувствуешь в себе вот шансонье, да? Вы знаете, мне так понравилось. Песни потрясающие. И на самом деле, вот, ну, как, раньше эти песни назывались шлягерами, да? А сейчас шансон. Поэтому, ну, что такое шансон? Это шлягер. Правильно? Ну, я бы вообще с удовольствием представила и еще одну премьеру песни. Наверное, мы Женю, да, послушаем сейчас? Да, обязательно послушаем Женю. Вот, Жень, смс-очка к тебе пришла. Евгений, когда приедете в Поставы, люблю ваши песни, Аня. Ох, Поставы, с удовольствием. Да, давно не были мы в Поставах. Причем это, ну, та сторона, вот, Мядель, там, Поставы недалеко. Это, там, моя родина, скажем так, моей мамы. Поэтому, да, давновато не были в Поставах. Да приедем, приглашайте, хоть завтра. Мы легкие на подъем. Хоть сегодня после эфира, да? Сразу в машину и к вам в Поставы. Приятно получать такие сообщения. Вам привет в Поставы. Ну что ж, что послушаем сейчас, Женя? Ой, давайте мы послушаем песню, которая называется «За что?». Она немножко такая грустненькая песенка, но... Со смыслом. Со смыслом. Когда-то я ее написал сам, будучи студентом. Ну, вот, песня живет, и мне она нравится. Я ее немножко по-другому сейчас пою, но с другим смыслом. Послушайте ее, пожалуйста. Пусть в вашей жизни, друзья, не так... Пусть в вашей жизни не будет так, как в этой песне. Вот, что я хочу сказать. Я так не могу, откройте секрет. За что, почему, любви больше нет? За что, любви больше нет? Почему я так не могу? За что, почему, любви больше нет? Проект «Несомный перопынок» на «Першим эмоциональным». И сегодня у нас в гостях эстрадные спеваки Светлана Шиманская и Евген Ермолкович. Я знаю, что вот, Света, тебя называют одной из лучших снегурочек Беларуси. Вот ты в этом году выступала с Володей Раззивилу, с лучшим Дедом Морозом, с главным Дедом Морозом страны. Да, это такая была интересная ситуация, когда главный Дед Мороз и лучшая снегурочка выступали вместе. Вы знаете, нам так понравилось, что мы... Впервые в этом году, да, мы такой сочетали, такой дуэт. Мы решили в следующем году не ограничиваться несколькими выступлениями, а на самом деле сделать такой масштабный проект. Так что ждите поздравлений и ждите главного Деда Мороза страны и лучшую снегурочку. Теперь ждать только зимы, получается так? Ну, желание можно загадать и сейчас, потому что я, как главная, лучшая снегурочка, исполню, исполню с удовольствием. Ну, правильно, сколько того лета, я вас умоляю, с таким летом, как у нас, я думаю, скоро зима. Ну, а у нас в гостях не только Женя Ермолкович, не только певец, солист молодежи на театре эстрады, но и Зинайда Фуру. Да. Это такой яркий образ, который набирает популярность сейчас. Ой, Зина, это, конечно, как говорила, Зина, но резина, понимаете. Это, были мы сейчас в Праге, у Зинаиды Фурор, друзья, есть свой ютуб-канал. Новый имидж уже у нее появился. Да, новый имидж, она у нас сейчас еще и спортсменка стала за здоровый образ жизни. ЗОЖ, это сейчас модно. Вот. И в этом ютуб-канале мы показываем разные ролики, смешные, юморные. Вот Зина была в Праге. Связана с Зинаидой Фурор, да? Да, Зинаидой Фурор, конкретно это ютуб-канал Зинаиды Фурор, то есть там можно увидеть все ее жизненные дела. И вот сейчас Зинаида Фурор нас тоже снимает на свой ютуб, да? Да, 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 у нас все прямой эфир, у нас везде прямой эфир, друзья, да. Да, везде нас снимают сегодня. Так что вот тоже вот приветы люди передают в Шумак, Андрей. Привет тебе тоже, да. Тут всем пишут, всем в студии вот передают приветы прям в прямом эфире вот в Инстаграм. Всем привет. Да, всем большой привет. Так что, друзья, привет от Зинаиды Фурор тоже всем. Будем веселиться. Ну что ж, скоро приходится нам расставаться с подарками. Еще раз напомню, что у нас и как. Это, прежде всего, пригласительный билет музыкальную гостину Татьяны Старченко на вечер романцев 15 июня в концертный зал Верхний Город. Светочка, пожалуйста. Это сборник песен, музыка Олега Михайловича Черкуна, слова Светланы Шиманской, танго для двоих и диск с песнями шансон проекта Игоря Ксюта, Алексей Ром, Светлана Шиманская. Ну и у меня пригласительный на две персоны в наш замечательный государственный молодежный театр эстрады на прекрасную шоу-программу, которая называется «Свадьба». 14 июня, 19.00. Приходите, но сначала дозвонитесь. Ну, скоро я объявлю старт, а пока еще одна СМС-ка, Жень, тебе, да? О! Евгения, приглашаем в сентябре в поста вы там, поэтому готовься. Да, все, на сентябре я себе. Иду в переупредить, найду фурор тоже, пожалуйста. Обязательно, обязательно, да. Ну что ж, дорогие друзья, Кот Минский, 8017-2, наш телефон, по которому вы сейчас можете дозвониться и получить ваши заветные подарки 284-87-21. 284-87-21. У нас будет два подарка. Это пригласительный Татьяны Старченко и пригласительный от Светланы Шиманской и пригласительный от Евгения Ермолковича и молодежного театра эстрады. Ну что ж, это будет пятый и шестой слушатель. Звоните. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется. И никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее, средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается, и не сбывается. Любовь приводит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается. А все хорошее есть мечта. Ну что ж, у нас есть победители. Это прежде всего Андрей Иванович. Мы свяжемся с вами после эфира. Поздравляем. Андрей Иванович, поздравляем. Так, он получает пригласительные на концерт Татьяны Старченко и подарки от Светланы Шиманской. Поздравляем. Повезло. Кому подарки от театра эстрады? И у нас есть победительница Надежда Васильевна Соболенко. Надежда Васильевна, вам вручается пригласительный на две персоны в наш замечательный молодежный театр эстрады на юмористическую шоу-программу «Свадьба». 14 июня, 19.00. Мы будем рады вас там видеть. Кстати, в этом спектакле я играю мамку. Так что до встречи. Поздравляем вас. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо, ребята. Хорошего вам лета, хорошего отпуска, отдыха и побольше солнца. Спасибо огромное. Мира, добра и всем любви, друзья, в каждый дом. Будьте счастливы. Спасибо. Собрый я нагадываю, что сегодня гостями проекта «Несомный перапынок» были вядомы эстрадные спеваки Светлана Шиманская и Йоген Ермалкович. И это все, что мы для вас подрехтовали. С вами была Яна Хадоская, гуку-режиссер Ганна Ярыш.